так ребятки все собрались со скорбейкиной отлетать обратно в москву в россию давай быстро обзор номера но тут грязно ну что поделаешь скорбей да что ты там прибираешься показывай давай да большое зеркало раковин унитаз там что у нас до всегда меняю шампунь с этим с гелем для душа кстати до площадь номера большая кстати гель для душа кокосовый очень вкусный кроссовки ты не забудь мои да вот балкон окно тебя как такое окно панорамное витражное окно тут у нас балкон полноценный два креслица тут можно вещи сушить как раз раз закрывается сушилка под кровать в принципе нормально нам спать было даже сковата ну отца конечно от сырости сырость влажность очень большая ребят тут берет свое зеркало вот тумбочка телевизор с флешкой кстати мы фильмы смотрели холодильничек там мини-бар иногда обновляли это что скорбейкин твоя любимая машина кофе каждый день приносили пили кофе кофе какое это у нас тут шкаф сейф до сейф 3 доллара в сутки сейф шкаф ну в принципе номер нормальный дожить можно как думаешь ну чё погнали все мои видео пошло ладно короче мистер удача это все 14 дней отлежался в номере говорит жарко ему тут доминикане ну чё коробей какие промежуточные итоги можно подвести по отпуску отпуск удался нормальный ведом медовый месяц да это получается был на мало да не стоит потому что далеко ли ну что далеко не петь что у нас на сегодня какой распорядок дня а потом 12 часов часов лету на аэропорту все ребят сейчас пойдем покушаем потом на интернет посидеть в баре и в час 45 мы уже улетаем ну чё какие что произошло почему они не объявляли и раньше начали посадка уже все сели а еще он наш борт стоит азурский пешочком по взлетной полосе чуть-чуть пройдем и все да все ребятки пустили нас на взлетку опоздавших опоздавших ребят а чего да ребятки но в общем вернулись мы со скоробейкина из доминиканы давайте быстренько подведем итоги по отпуску как было давай скоробейкина начинаем скажи ну плюсы какие вот нашла для себя в доминикане самый красивый океан а очень вкусные фрукты свежие ол анклюзив поэтому у тебя каждый день три раза в день свежие фрукты на завтрак хамончик да а бесперебойное питание но во-первых продукты хорошего качества не какой-нибудь там я не знаю если сравнивать с египтом то лучше да то есть вообще сравнивать с арабскими странами то конечно гораздо лучше потом все-таки доминиканцы они сами по себе приятный народ говорят на испанском то есть как бы очень цивилизованные воспитанные симпатичные личные нормальные не напрягают какая-то там как в турции как в египте но то что нельзя выходить за территорию то есть там можно не ну можно но как бы ты сидишь в одном отеле не тяжело нет там территория отель такая что большая ниши очень сколько мы ходили от вошли километров в день проходили до пляжа да там ходил помнишь курсировал транспорт потому что чтобы люди не надо на территории отеля ребят ходят маленькие эти такие электрокары типа гольф к гольф кары и возят вас и до пляжа и до ресторана с но в общем все вкусно все прикольно по поводу экскурсии вот на салон уездили можно в принципе не брать потому что возле отеля такое же красивое море да ну да интересно это на vdv наверно съездить сафари вот это тоже кажется интересно они на водопады ты была в таиланде и тут тебе понравилось тут ну в чем разница в отдыхах а разница в отдых здесь пляж конечно красивее океан красивее но в таиланде если вы берете байк и вы там приезжайте компании то конечно и поинтересно вечером сходить куда-то лазите на ночной рынок за свиными ребрышками как-то но прикольно лазить а здесь чисто такой вот отдых для парочка которые поженились у которых медовый месяц релаксе чтобы их ничего не напрягало еда в номер нам в первый день когда мы заселились перенеси целую тарелку фруктов ром ну как сами доминиканцы приятные танцуют поют музыкальные ребята на позитиве в общем если рекомендовать для релаксового отдыха какого-то события чтобы нигде не ходить да то есть на одном месте быть отдыхать интернета нет это плюс да это четко то есть отдыхаешь от этого все в общем ребят вот ну такой небольшой отдых ну тебе понравилось да да я бы еще поехала даже вот то что далеко 13 но не знаю кто как переносит лично мы всю дорогу спали и я не скажу что мне было тяжело тяжело было думать поначалу когда только собирал вещи что блин тебе еще 13 часов спать хочется ночи 13 часов лететь на самом деле ты приходишь самолет кушаешь и ты засыпаешь это спишь 10 часов 10 часов спишь три часа не спишь ясно в общем ребяту такое краткое резюме от скоробейкиной по отдыху в доминикане а сейчас переходим главной части этого видео розыгрыши сертификата на две персоны для поездки в арабские эмираты китай либо турцию я сейчас на своем айфоне зайду на сайт который выбирает случайный комментарий то есть включу в новой прошивке появилась функция можно включить запись экрана я включу запись экрана чтобы увидели что это не сам придумал введу ссылку на видео где вы оставляли свои комментарии и нажму старт и выберет случайного победителя но чё приступим начинаем ну что ребятки начинаем так включаем запись заходим сейчас на сайт вставляем ссылку и нажимаем поехали и рандомно выберется сейчас победитель ну что момент истины кто же кто же кто же ван с великий так дорогой александр александр и здравствуйте меня зовут 21 год все понятно сейчас перейдем на его страницу вконтакте и посмотрим реально ли это человек или нет ну что самое главное если он сделал репост он победил если не сделал он не победил так их о репост есть записи даже два репоста записи ну что поздравляем сейчас ему напишем комментарий чтобы он нам почту оставил куда мы пришлем сертификат со скоробейкиной да привет вы выиграли сертификат чик все все видишь как сейчас в айфоне скажите почту это он на голос тогда пишет до офигеть ну все победитель еще раз поздравляем ребятки всех кто принимал участие победителя в отдельности поздравляем подписываемся на канал ставим лайки друзья когда мы начали проводить этот конкурс было всего 41 тысяча подписчиков сейчас 53 тысячи уже 50 или 54 даже очень на днях уже будет 55 подписчиков спасибо друзья что у нас так много вы остаетесь с нами все а у а а и у и и Субтитры сделал DimaTorzok